Вот такой они имеют вид. Итак, нам понадобится настой травы. Еще раз хочу познакомить вас с этим настоем. Здесь мята и смородина. Я делала себе чай, заваривала в заварном чайничке. Очень вкусный чай, кто не пробовал, попробуйте. Вот такой насыщенный цвет у этого чая. Вкус очень обалденный. Пьется восхитительно. Ни запаха, ни горечи, ни очень сильного, ярко выраженного мятного вкуса. Нет. Все очень стабилизировано и очень вкусно. Если думаете, что это невкусно, попробуйте, убедитесь сами, что это лучше любого зеленого чая, который вы купите в магазине. Смородина, мята. Я еще добавляю шиповник, но в этот раз просто мята и смородина. На быструю руку надо было заварить. Вот, сделала, заварила. И вот из того, что осталось у меня в заварном чайнике, сейчас мы будем делать патчи. Кроме вот такого масла абрикосового с витаминным комплексом, мне больше ничего не понадобится. Желатин, масло и настой травы. Хочу познакомить больше вот с этим маслом. Почему? Потому что он содержит в себе то, что нам нужно будет для патчи. Патчи для глаз. Это натуральный масло абрикосовых косточек. Это абрикосовое с витамино-антиоксидантным комплексом. Средство. Состав его масло абрикосовых косточек. Витамин С. Натуральный оксидант на основе эстракта розмарина. Действие, которое он оказывает, богатое полинасыщенными жирными кислотами масло, является универсальным средством для ухода за всеми типами кожи. Может применяться для кожи век, шеи, зоны декольте. Масло обладает питательным, смягчающим и успокаивающим свойством. Оно способствует выравниванию цвета лица и разглаживанию мелких морщин, возвращению эластичности и уменьшению покраснений. Регулярное применение масла помогает улучшить внешний вид кожи, продает ей свежесть и естественное сияние. Абрикосовое масло оказывает тонизирующее действие, борется с дряблостью. Оно помогает победить целлюлит, повышает упругость и выравнивает кожный покров. Показания. Сухая и чувствительная кожа лица. Шелушение кожи. Зрелая кожа со склонностью к сухости и дряблости. Ну и так далее. Окей. То есть все, что нам надо для того, чтобы наши пачи были и увлажняющими, и питательными одновременно. У нас здесь все присутствует. Итак. Добавим сначала для того, чтобы растворить желатин. Чтоб нам на бок. Пачку желатина я добавляю. Нечем ложками, вернее, не будем. Добавим, размешаем. Вот этот желатин, он очень хороший. Никакого запаха, хорошее растворение. Мне он очень нравится. Так. Ну, нужно еще добавить. Пусть разбухает. Потом добавим остальное полностью. Очень вкусно пахнет, конечно, наш раствор. Смородина, смятый, обалделый запах. Мне хочется и выпить его, потому что он и вкус имеет обалделый. Так. Пусть разбухает. Потом мы поставим на паровую баню. Вот в такой железной площадке я делаю. На паровую баню. Когда он растворится, я добавлю две ложки чайных масла. Здесь уже, я сказала, есть и витамин С, и розмарин. То есть все, что нужно нашей коже. Сейчас сюда же мы добавим. Сейчас на ложки. Когда увидим, что на ложки исчезнут желатин. Значит, все нормально. Разольем по нашим формам. И через буквально пару минут они уже застынут. Можно будет использовать. Они будут более стабильны, когда постоят в холодильнике. Первое время они, если вы сразу же их начнете использовать, они просто растают мгновенно. А через сутки где-то вот очень хорошо уже будет стабильно. Выдерживать 10-15 минут на лице. Еще я говорила, что лучше всего, еще лучше делать их на тканевой основе. Я сейчас покажу тоже. На тканевой основе они вообще идеально лежат. Добавляем две ложки. Они довольно быстро засохнут. Надо приспособиться. Вот ровно одну чайную ложку. Играет музыка. Добавляем две ложки. Добавляем две ложки. Играет музыка. Играет музыка. Мято, запах мяты. Соответственно, персиковое масло. То есть запах приятный. Посмотрим, прошло пару часиков. Конечно, еще не очень много, но посмотрим, что получилось. Они у нас застыли. Вот такие получились красивые. Сейчас их можно приложить в баночку отдельно и сложить. Ничем не надо их. Они масляные, поэтому абсолютно ничем не нужно. Давайте другую посмотрим, чтобы уж не одну. Вот еще. То есть вот такой они имеют вид. Вот так вот они лежат на коже. Сейчас еще посмотрим. Если их перекладывать в баночку, то, говорю, не надо их ничего делать. Они масляные, они не склеятся. Они так будут хорошо держаться. Так, что у нас еще есть? Другой попробовать. И вот они все, в принципе, одинаковые. Сейчас я возьму и сделаю себе на глаза две штучки. Вот так вот. Продолжение следует...